Хадис под номером 170 говорит Хафиз ибн Хаджир И также у Абу Дауда приходит хадис теперь уже от Аиши с таким же смыслом, как смысл хадиса Ум Салямы под номером 169 То есть о том, что пророк совершил два раката после Асра Как этот приходит, говорит шейх Мухаммад Хизам, этот хадис приводит имам Абу Дауд Слово его такое Посланник Аллах Салям совершал намазы после Асра, а нам это делать запрещал И снат его такой, Мухаммад Ибн Исхак передает от Мухаммада Ибн Амра Ибн Ата Тот от Закуана, тот от Аиши А Мухаммад Ибн Исхак, кто такой? Мудаллис Мухаммад Ибн Исхак у нас Мудаллис, еще кто такой? Мудаллис, Сахиб Сира, так, автор книги «Жизнеописание пророка Сарласа» И здесь Мухаммад Ибн Исхак сказал «Ан», не передал, что, то есть не сообщил о том, что его шейх, что он слышал этот хадис непосредственно от своего шейха своими ушами И более достоверно в реваяте Закуана то, что пришло ранее, со слов Аиши от Ум Саляма То есть в итоге получилось, что этот хадис один и тот же хадис с хадисом Ум Саляма Понятно ли нет? Просто кто? Мухаммад Ибн Исхак ошибся в этой передаче То есть посчитал, что это другой хадис от Аиши, а это тот же самый хадис Аиши, который она передает от Ум Саляма Говорит в хадисах, поэтому этот хадис является достоверным от Ум Саляма, но не от Аиши, а от кого? От Ум Саляма И имам Бухари и Муслим привели подобный хадис с другим еще и с надом в своих двух сборниках Исходя из этого, хадис под номером 170 достоверен, но не со слов Аиши, а со слов Ум Саляма И это тот же самый хадис, который пришел у нас под номером 169